Коммунистический режим Китая Коммунистический режим Китая начал публично наказывать уйгуров, нарушивших комендантский час, который был объявлен в связи с эпидемией коронавируса. После того, как вирус, появившийся в Китае, распространился в Восточном Туркестане, администрация каждого региона, связанного с Коммунистической партией запретила людям выходить из домов. Несмотря на то, что люди, запасы еды и питья которых были исчерпаны, выходили из домов только по нужде, китайские власти демонстративно наказали их, повесив на их шее таблички со следующими надписями «Я нарушил партийно-правительственный запрет на передвижение и бродил как собака». Ситуация с коронавирусом в Восточном Туркестане, который Китай превратил в открытую тюрьму, накаляется с каждым днем. Недавно появились сообщения о том, что коронавирус был зафиксирован в концентрационных лагерях, в которых содержатся миллионы уйгуров и других тюрков. Было объявлено о смерти одной женщины от данного вируса. После того, как в Урумчи, являющемся самым крупным городом уйгурского региона, был объявлен карантин, появились опасения, что новый вирус будет использоваться в качестве оправдания для этнической чистки и уничтожения узников. Студент по имени Мирадил Нурахмет был помещен на карантин в шестой лагерь города Атуш, и еще 10 уйгуров с симптомами нового заболевания были направлены в другие лагеря. Согласно сообщениям китайских СМИ, сотни уйгуров и других тюрков, содержащихся в лагерях, были переведены из Восточного Туркестана в город Ухань. Вместе с этим неизвестно, какие меры принимаются в лагерях перевоспитания. Власти Китая не предоставляют информацию о состоянии инфицированных узников, заявляя, что это государственная тайна. Число жертв коронавируса увеличилось до 1666. 142 человека погибло за последние 24 часа и было зафиксировано 2000 новых случаев заражения. Согласно заявлению Национальной комиссии здравоохранения Китая, число заражений по всей стране составило 8228, а количество людей, находящихся под наблюдением из-за контакта с инфицированными, достигло 158 764. Количество инфицированных людей по всей стране достигло 68 500. Первый случай смерти за пределами Азии был зарегистрирован во Франции. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Атханом Гибриесус призвал правительство всех стран быть готовыми к борьбе с эпидемией. Министр обороны США Марк Эспер предупредил НАТО о действиях китайской корпорации Huawei в сфере 5G. Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, Эспер сделал следующее заявление. «Если мы не осознаем данную угрозу и не предпримем необходимых действий, то это может подорвать авторитет Альянса. Мы призываем американские компании и фирмы союзных государств к разработке альтернативных продуктов 5G, тестирование которых уже проводится на наших военных базах». Также Эспер заявил, что попытки Пекина проникнуть в одну из важнейших инфраструктур Запада не дадут результата. В свою очередь министр иностранного дел США Майк Помпео назвал корпорацию Huawei троянским конем китайских властей. Одной из главной тем конференции по безопасности, которая прошла в Мюнхене, стала ситуация в Идлибе. Министр иностранных дел Турции Мевлюд Чаушуглу и его российский коллега Сергей Лавров провели переговоры относительно последней операции сирийского режима на севере страны. Чаушуглу заявил, что разногласия относительно сирийского вопроса не должны сказываться на двусторонних отношениях, в частности на покупке зенитно-ракетных комплексов С-400.